Друзья, приветствую вас на своем канале! В прошлом видео мы делали с вами очень замечательную блесенку, вот такого вот плана, которая замечательно играет в воде и очень хорошо ловит рыбу. Кому будет интересно, обязательно посмотрите, ссылочка на это видео будет в конце ролика. А сегодня я хочу показать, как сделать очень уловистую классную блесенку очень быстро, буквально за пару минут, для ловли хорошего трофейного окуня. Для этого нам понадобится медная трубочка или же медный пруток, можно использовать также алюминиевый пруток, но алюминий не для больших глубин, для мелководья. В моем случае это будет медная трубочка диаметром 6 мм. Также нам понадобится тройной крючочек, в моем случае это будет 12 номер, маленький. И проволочка с нержавейки диаметром 0,6 мм. И теперь я отрезаю от медной трубочки 4 см. Перед тем, как обрезать, я хорошенько обработаю трубочку наждачкой. Я снял верхний слой и у нас получился вот такой вот замечательный красивый цвет. В некоторых водоемах работает темный цвет, но в моем случае окунь предпочитает клевать именно на блестящее. И теперь отмеряем 4 см и под 45 градусов отрезаем. И вот такого плана заготовочка на нашу блесенку у меня получилась. И теперь при помощи сверла диаметром 1,5 мм мы делаем 2 отверстия в крайних точках этой блесенки. И вот такие вот замечательные 2 отверстия у меня получились. Немножко их подровняем при помощи надфилька. И теперь, друзья, самое главное, это оснастить, правильно оснастить эту блесенку. Можно было бы, конечно, сделать сюда заводное колечко и сразу же прикрепить тройничок. Но для этой блесенки я буду делать тройничок на расстоянии примерно около 3 см от самой блесенки. Много раз уже я это экспериментировал и показывает очень хорошие результаты, когда крючочек немножко отступает от блесны. Для этого мне понадобится проволочка. И с одной стороны проволочки я делаю скобу. И теперь эту скобу я завожу в нижнее отверстие. И пару раз обворачиваю короткий конец проволочки вокруг своей оси. Лишнее откусываю. Дальше нам понадобится одеть на нашу проволочку около десятка бисера красного цвета. И теперь немножко ниже делаем еще одну скобу уже для крепления тройного крючка. Заводим сюда тройничок. И также пару витков обворачиваем. Лишнее обкусываем. И, друзья, примерно вот так вот у нас должно получиться. При блеснении данной снасти в воде красный бисер будет очень хорошо имитировать мотыля и провоцировать хищника на атаку. Эта блесна очень интересную игру показывает в воде. И вот такие вот незамысловатые движения очень хорошо провоцируют хищника на атаку. Друзья, я надеюсь, кто сделает себе такую снасть. Она вам принесет хороших трофеев и вы получите массу удовольствия, проведенную на рыбалке. Также благодарю всех, кто посмотрел это видео до конца. Кто еще не успел подписаться на мой канал, обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее интересное видео. И до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова